добрый вечер дорогие друзья вы на канале питомника марина стик сегодня 30 ноября 2022 года у нас вечер и я вспомнила я давно не показывала моих кроликов хотела рассказать какие у нас произошли изменения и рассказать о своих впечатлениях о содержании декоративных карликовых кроликов в доме первое что меня удивило по сравнению с теми кроликами которых я обычно у нас были обычные сельскохозяйственные кролики казалось бы ну в чем разница кроме размера понятно что декоражки они маленькие и собственно в больше то ни в чем у них разница никакой казалось бы нет на самом деле это не так во первых запаха от декоративных кроликов такого как от сельскохозяйственных нет у меня сейчас проживают пять кроликов два из которых находятся в клетке по причине того что самцы стали между собой драться и самки у меня вот таким образом на свободном выгуле самцов выпускают тогда когда закрываю самок эльза сидит до сих пор мы ждем беременна она или нет я не знаю родит не пока она живет в отдельной клетке недельки через две подселю ее к карамельке и к ириске крошек и компот стали между собой драться и вот содержание в свободном выгуле вот такого плана в вольере в отличие от содержания в клетке очень и очень удобно в первую очередь удобно тем что кролики становятся очень ручными у меня сейчас вот ребята кушают я покажу сейчас как оборудован этот уголок здесь отгорожена перегородкой от собак собаки сюда периодически прибегают в углу стоит туалет они исправно ходят в туалет и делают свои делишки также у меня в клетке вот сейчас сидит крошек кушает салатик там стоит туалет сенится кормушка поилка вот такая вакуум вакуумная ниппельная значит здесь стоят вот такие мисочки минус в том что куда бы я не поставила вот эти мисочки с водой везде их разливают поэтому здесь на постелила многоразовые пеленки вот эти синенькие красненькие квадратики которые впитывают влажность не попадая на сено и какашки это вода никакого вреда собственно не причиняет но стоит кроликом рассыпать сено из сеницы это один из скажем бичей содержание кролика в доме как ни куда бы я это сено не повесила как бы я его не добавляла в какую бы сеницу я его не положила она все равно рассыпается и перемешивается и с какашками и с водой и появляется запах мочи как таковой у вот просто так когда они гуляют они не писают где попало они писают в туалет клетки у нас тоже стоит туалет и в выгуле вот здесь в загоне тоже стоит туалет да какать где вот бежали там упала какашка кора березы у меня для погрызушка корень имбиря у меня теперь везде в каждой клетке и на выгуле добавлен в качестве погрызушки пенечки натуральные вот эти березовые они на них в основном сидят и обратите внимание что прибавилось лежанки домики от собак я заметила что кролики очень любят спать на пенечке на матрасике то есть они как собачка выбирают себе вот такое местечко и не спят просто так но бывает крошек любят растянуться когда видимо ему жарко значит в туалет под вот эти бревнышки там я все равно использую продолжаю использовать тот же самый ликвидатор запаха который использую для всех моих грызунов шикарно поглощает все ненужные запахи то есть перед тем как я в туалет добавляю вот эти пилеты специальные продолжаю покупать вот этот древесный наполнитель самый запростенный в пятерочке муж обещал купить пилеты вот этот в туалет добавляю под него насыпаю ликвидатор запаха кормим комбикормом вот таким курина универсальным потому что он подходит для кроликов разного возраста а также для беременных кормящих вот так как эльза у меня непонятно беременная она не или не беременная мы купили вот такой универсальный комбикорм который подходит и взрослым и малышам выглядит он вот таким образом как гранулы вот такие некрупные гранулы даю я его немного для того чтобы кролики не толстели и я хочу сказать что мои кролики похудели по сравнению с тем какими они ко мне приехали вот например крошек это взрослый кролик за то время которое он жил у нас на свободном выгуле крошек похудел эльза похудела более того значит при содержании вот таким образом в свободном выгуле кролики становятся очень ручными как только наступает утро я прихожу включать свет для своих питомцев мои кролики запрыгивают вот на эту клетку клетку вот тут стоит у меня для вот прячу периодически самцов друг от друга они запрыгивают на эту клетку и тянутся к рукам чтобы их погладила чтобы я их угостила то есть они хотят общаться такого конечно при содержании в клетке я не видела в клетке когда сидит кролик он пытается охранять свою территорию вот например эльза на период того промежутка времени пока я проверяю беременна она или нет потому что когда она вытягивается вдоль всей клетки мне кажется у нее прям такие вот знаете как ну беременность есть выступающие такие бачка как бы все такое но вот непонятно вообще на самом деле родит она у нас что-то или не родит и вот когда в клетку я добавляю какую-то еду или водичку или меняю туалет клетку самка охраняет она там топает ножками она беспокоится как бы я на ее территорию внедряюсь и она ее пытается охранять когда же кролик находится на свободном выгуле агрессии между кроликами становится меньше потому что им есть куда спрятаться у меня вот за этими контейнерами пространство как вы видите карамелька куда спряталась и она чувствует себя в безопасности тут несколько выходов входов то есть если они между собой чего-то там испугались у них есть место куда спрятаться в основном они спят вместе то есть они по парочкам как-то так делятся либо девчонки друг другу прижимаются и спят вместе либо там мальчик и девочка то есть содержание в социуме в коллективе кроликов если это не два мальчика она приносит кроликом пользу они чувствуют себя так спокойнее они чувствуют себя так комфортнее они общаются между собой они вылизывают друг друга не вычесывают друг друга они спят в обнимочку и две девочки вот у меня между собой не дерутся если честно эльза тоже последнее время перед тем как я ее отселила уже никого не пыталась тут строить и рисочка и карамелька были маленькие по возрасту сейчас как вы видите немножко они подросли но все равно остаются очень маленького размера если честно самая крупная у меня эльза а крошек карамелька компота и риска они маленькие на видео наверное скорее всего вам это незаметно не с чем потому что сравнить на самом деле у меня здесь очень маленькие по размеру лежанки это от моих морских свинок то есть это очень крошечного размера лежанки не подумайте что это как для собачек такие знаете вот а с чем сравнить я даже не знаю самый любимый из этих кроликов у меня компота и риска потому что они самые ручные они просто бесконечно просят чтоб я их гладила бесконечно требует от меня общения с ними это буквально как кошка или собака такого поведения от кроликов я не ожидала потому что я не приучала их к рукам специально я никого из них тут у меня нет такого времени чтобы брать на ручки сидеть с ними тискаться да мое вот внимание к ним заключается в том что я прихожу кормлю пою вот убираюсь у них и вот как только я подхожу к ним к вольеру сюда за к этой загородке они нас клетку запрыгивают и тянутся к рукам для того чтобы я их погладила и с ними как-то пообщалась ни разу никакой агрессии не было карамелька более такая она была маленькая по возрасту и до сих пор остается более такая ну как сказать трусоватая наверное то есть она не агрессирует она просто пытается в крайнем случае куда-то спрятаться и убежать и риска и компот это вообще такие вот но это кошка но это кошка которая лезет к рукам и ждет когда я ее поглажу когда я на нее обращу внимание то есть я настолько довольна своими кроликами запаха ребята нет если появляется какой-то запах из туалета но это как у кота но видно что пилеты уже все впитали надо просто поменять вот этот вот туалете все скажем на этом какашки да но собственно я их сметаю они сухие я их сметаю просто в совок примерно как за собаками я ухаживаю и все это выбрасываю утилизируем то есть в принципе вольер воспитатель вольерная вот такое содержание кроликов гораздо более чистая чем клетка в клетке я сейчас вам покажу у меня сидит крошек уберу отсюда вот эти пакеты в клетке так или иначе получается что как бы там не было вот у меня здесь используется не только сено в сеннике но и таблерончик и когда кролик это ест это все рассыпается как только это все рассыпается из сенника как только это грызется и раскрашивается из таблерона вот эти остатки сена они так или иначе перемешиваются с фекалиями кролика туда же попадать может водичка и вот тогда начинает появляться запах и когда это все происходит в клетке на вот таком закрытом пространстве да тут стоит туалет он писает в туалетик да у него тут погрызушки вот кора березы у него комбикором в мисочке водичка вот в такой бутылочки но 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 содержание в клетке гораздо более грязная скажу вам честно и чистить клетку не неудобно чем вот такой вольерный вариант я в принципе вот тут и корень имбиря тоже грызут грызут поэтому играются вот в эту кору едят вот салатик пожалуйста ну вот это все какашки вот это все затаптывается перемешивается сеном туда если попадает влажность появляется запах поэтому ну вот скажем так такая ощутимая разница честно вот такой у нас красавчик крошек ушков нет скажи у нас маленький очень красиво окраса голубого такой дымчатый крош 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 красавец заяц заяц красавец ну вот в принципе то что я хотела вам рассказать на сегодняшний день и еще хотела показать агам в этом видео просто меня уже часто спрашивают давно не показывала кроликов давно не показывала агам как подросли малыши давно не показывала черепах просят сделать отдельное видео но если честно сейчас у меня период осенне-зимний ребята очень много заказов по вязанию я практически целыми днями все свободное время уделяю вязанию поэтому где-то как-то видео становится меньше чего-то я не успеваю прошу меня понять много заказов не хочу отказывать людям такой промежуток времени когда чихуашкам нужна теплая одежда для прогулок у нас все хорошо все живы все здоровы да какие-то изменения происходят о которых хотелось бы рассказать вот я это все хочу совместить в одном видео про черепашек на зимний промежуток времени черепашки у меня живут вот в таком вольере стеллаже поставила вот такую большую лампу для курятника скажем так потому что при нехватке тепла черепашки хотят спать вот черепашки активны когда им хватает тепла и света ну кормлю сейчас листовой салат китайская капуста сена обязательно живут на щепе вот они превращают сейчас уже вечер у нас они уже закопались спать щепу перемешивают с сеном превращают в такую твердую подстилку которая полезна для них для их лапок так агамки агамок стекло грязное потому что я их часто опрыскиваю они хорошо растут и линяют так сейчас ребят мы будем угощать салатиком полюбуемся на наших агамок агамки у нас подросли мне просто одной рукой не очень удобно все это делать так сейчас я освобожу руку и покажу агамок так агамки продолжают жить у меня на картонных коробках это тема лыжи которые на продажу мне так удобнее за ними пробирать прибираться и так же их кормить продолжаю кормить таким же образом как это делала и раньше то есть запускаю на картонках насекомых насекомые вот у нас таких контейнеров живут агамки сами их собирают ловят зеленюшку я сейчас как только закончу видео я порву эти листики на более мелкие конечно же кусочки просто мне одной рукой с видеокамеры делать этого неудобно давайте покажем какие у нас выросли абсолютно не агрессивные так кушать мы хотим скажем и бежим ну такой зверик так куда бы тебя подсветить то не бойся не бойся не бойся ты скажи все кушают а я куда-то тут такая вот зверюшка подожди что господи хоть не хочет он сидеть на руке у меня бегом она меня все красивые яркие рыжие ну покажись какой-то у меня красивые ребята мне не хватает подсветки не знаю где тебя красавчик показать я почему-то эта камера не фокусирует маленькие объекты вот такие вот как агамка вот такой у нас малыш агамки в продаже кому интересно обращайтесь агамки растут замечательно кушают уход не сложный времени не занимает много растут хорошо яркие красивые не кусаются но основная масса тут всего три с обычным типом кожи остальные гладкие без шипов лизербеки так называемые но вот такой красавчик на мой взгляд шикарный ребенок подрос у нас детки нашего бисмарка и матильды очень славные ребятки ждут мамочек и папочек активные обжористые малыши а если кого-то интересует пожалуйста обращать все контакты в описании под данным видео и в очередной раз да мы находимся в ленобласти 200 километров от санкт-петербурга в сторону луги лужский район ленинградской области в санкт-петербург бесплатно привозим в купчино на загребский бульвар забирать моей дочке отправляем любое животное после предварительной предоплаты в качестве подтверждения серьезности ваших намерений кушать хотим скажи отпусти меня мать сейчас 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 голодная гамма отпускаем пусть бежит кушает вот кого-то видите когда они линяют они становятся такие блеклые как будто седая да потом это сухая кожа слезает и появляется яркая рыжая здесь у меня копошится еще геркулес и жаклин мои черепашки сейчас я их вам покажу так геркулес куда-то закопался у нас уже вечер черепашки собираются спать а у меня тут видите у кого-то вечернее кормление черепашек тоже периодически опрыскиваю когда добавляем какую-то еду ну там например сейчас уже вечер я не добавляю еду это наоборот я буду убирать остатки что что осталось от завтрака черепашек тоже вот так опры так вот что он делает он собрался погулять привет кто-то какашки агама убираться за ними не сложно куда собрались гулять а куда-то собрался красавчик так ребята вас надо на ночь как следует обшикать тут перед сном вот такие замечательные зверюшки у нас подросли которых я инкубировала сначала безуспешно а потом как вы видите достаточно успешно дракошки рыжие яркие красивые есть кстати более красные такие тут просто освещение не позволяет передать окрас агамки она совсем другая по окрасу по размеру различаются потому что у них разные даты вылупа есть помладше и постарше так геркулес пошел кушать здесь у меня вот такая экзотера сверху ну и собственно дорогие друзья на этом я буду с вами прощаться но ненадолго увидимся в новых видео если вам понравились наши питомцы не забывайте малышам поставить лайки пишите комментарии кого бы вы еще хотели увидеть в моих видео на этом всем пока пока и до новых встреч геркулесика покажись черепате спать они вечером спят агамы тоже ночные ну как бы ночью спят ночные у меня и у плефары они скоро проснутся ролики развеселились все дорогие друзья пойду вязать заказе ки для чихуашек увидимся в новых видео всем пока пока и до новых встреч